Музыка Значит, это я отвлекся насчет фасовки. Мы здесь с вами с учебно-лечебными целями. Покажу вам два сюжетика с этими женскими ногами. Сейчас вы видите их в тазу. Вот это вот крутой кипяток. Я с трудом заставил девушку пустить туда ноги. И она уже держит их примерно полторы минуты. Она спросила, долго ли мучиться. Я сказала, что она удовольствие испытает потом. После нескольких процедур она будет не ходить, она будет летать. Вот, сейчас заканчивается вторая минута. Так, приготовиться. Через 15 секунд ноги переставляем. Цифры 2 минуты условные. Можно минуту, можно 3. Главное, что вот сейчас уже просьба достать ноги, показать, что они были в крутом кипятке. А, красные как рака. Ладно, но сейчас самое это. Я надеюсь, удастся избежать в визгу. Не удастся, сдерживаться не надо. Это крутой, холодничая вода. Ставим ноги. Я вам заранее сочувствую. Визжать можно. Вот теперь, представляете, вот эти вот распаренные красные ноги в ледяной воде. Вот. Сейчас... Сейчас прошло уже там секунд 20. Через полторы минуты она молодая девушка. У нее ноги в порядке. А хотя нет. Девушке все равно уже ноги испорчены. Вы прекрасно знаете, и мы об этом еще поговорим. И про артроз, и про артрит, и про вздутие вены, и про все прочие радости жизни. Дело в том, что эта процедура наиважнейшая. Я уже вам все рассказал. И обещал показать практические действия. Одно из них заканчивается. Второе будет в ванной. Так, сделаем вид, что прошло две минуты. Хотя прошла одна. Ну, допустим, две. Куда ноги ставим? Обратно. В кипяток. Вот сейчас кипяток легче перенесется. Чувствуете? Да. За вас отвечаю. Так. Моя юная... Мой юный друг. Теперь, значит, здесь еще две минуты. Потом обратно сюда две минуты. Некоторые особенности. Я начинал сам, я вам рассказывал, с двух тазиков, но в два раза меньше по объему. Очень быстро остывает горячая вода в маленьких тазиках. И быстро нагревается холодная вода. И у меня в среднем получалось три раза там, три раза тут. Для того, чтобы избавиться от шпор, мне это хватило. Ну, что, достаточно. Ну, еще так, чисто символически, ноги сюда, пожалуйста. Вот, потом еще раз туда и сюда. Все, на этом придуре заканчивается. Причем, что интересно. Все это надо будет довести до ума. У девушек тоже. И благодаря современной обуви ноги, мягко говоря, не совсем здоровые. А во-вторых, все это не отходя от производства. А производство такое серьезное, что каждая минута считается. Почему? Еще раз чуть-чуть про фасовку, еще раз чуть-чуть про стратификацию. Вот сегодня еще сухие, а завтра уже, условно я говорю, завтра, то есть уже в начале февраля, вот это все должно быть застретировано. Получается, сегодня нельзя, а завтра все сразу. Получается, очень напряженная работа. И вот, пожалуйста, моя помощница работает по принципу работа и задневлечится. Я надеюсь, ей опыт этот пригодится. Как только она вспомнит, что у нее ноют ноги, лучшей процедуры нет на свете. Последний раз полюбуемся на девичьи ноги. Вот, конечно, не в такой степени откровенной, как в рекламе. Ну, ну, что, рыжий, что ли? Ну, все, друзья. Переходим в ванную. Так, друзья, мы перебрались в ванну. Кто из вас рассчитывал, что вы видите девушку в ванной купающейся, Вы немножко будете разочарованы. Смысл только в учебе. Итак, упрощенный вариант уничтожения шпор и общего оздоровления ног. Это упрощенный, повторяю. Там специальная процедура. Два тазика пока наберешь, пока это. Вот, эту процедуру я делаю каждый день. То есть каждый день я принимаю в ванну. Раз в три дня с мылом, два дня без мыла. Вот, это кипяток, сажусь. Извините за такие подробности. Дело в том, что сколько выдержит сердце, такая горячая вода. Вот, потом, второй этап, я остановлюсь вот так, А ноги у меня распарены. Вот так же, как у этой девушки. Я заставил ее ноги буквально сварить в кипятке. Почему? Для наглядности. Видели, какие ноги? Вот, можете жалеть себя, можете не жалеть. У кого шпоры, те должны жалеть не себя, а шпоры. Вернее, ненавидите их, чтобы вот так вот ноги были на пределе. Были вот такими красными полусваренными. И теперь, второй этап, я включаю холодную воду, сильный поток. Вот, и одну ногу подняли. Вот, это упрощенный вариант на каждый день. Я так делаю каждый день. Так, возможно, из-за шума воды меня плохо слышно. Так, пока выключим воду. Значит, вот так вот я выключу воду, потому что не слышно будет. Итак, вода, то есть, нога должна чуть ли не задеревенеть. То есть, где-то около 30-40 секунд надо держать под ледяной водой. И потом снова кипяточек. И включаем следующую ногу. Надо как можно больше площадь середины голени, и вот вся нога омывалась. Вот. Выключаем. Возможно, не было слышно. Итак, середина голени, вся нога должна омываться в течение 30-40 секунд. Это долго, и она выстывает капитально. Но, еще раз говорю, у кого шпоры, у них проблемы страшнее. Вот. И у кого варикоз, артроз и артрит тоже страшнее. Вот это вот, самые дальние точки тела, поэтому больше всего достается. И мы можем вылечить их только с помощью клин-клина вышибаем. Итак, значит, на этом процедура заканчивается. Всего одноразовое получается, потому что вода в ванной уже достаточно остыла. Смысла продолжать нет, но зато каждый день. Вот. Я считаю, что это нормальная процедура. Не только лицо умывать каждый день. И вот. А разговор о голове то ли был, я еще не знаю, то ли будет позже, как лечить эти головные боли. Но. Или вы делаете такую процедуру. Я почему попросил девушку, пригласил сказать? Да потому что поздно, 40 лет, 50, 60, особенно у женщин, ноги изувечены. Я одно время занимался массажом, естественно, бесплатно. Вот. Когда я брал вот эту ступню в руки, у девушек, не у женщин, у девушек, каменные, твердые, что это самое, ими можно эти самые орехи колоть. Это что такое? Продолжение следует.